всем привет мои хорошие с новым годом счастья здоровья всего всего вот первое видео 2020 году перед елочкой которая скоро пойдет уже мусорку простите пожалуйста я немножко заболела сегодня я очень хотела поговорить с вами о получении 10-летней карты как получала ее я я знаю что в разных городах в разных префектурах все происходит абсолютно по-разному нет такого что вот один закон 1 1 список документов которые есть на сайте и все по этому списку следует нет я знаю что допустим в перпеняне требуют столь такую кипу документов на десятилетнюю карту и что там не жандарм приходит домой к мэру вызываешь десятилетку получить хуже чем на гражданство можно сказать я получала первый первый запрос я сделала в 2012 году как раз я прожила четыре года во франции решила подать на десятилетку ответ мне пришел буквально через два дня отказ в десятилетке потому что три года которые я проживала во франции как студент не считаются то есть три года я пара я работала я платила налоги я жила то есть я у меня просто была карта студента но я не училась я работала так получилось что я я просто была карта студент между так на тот момент был с будущим мужем бизнес я уже была у него сотрудницей и меня отказали ну ладно сказала я получу свою годовую карту и мы переехали во вен и в 2016 году по рождению моей второй дочери как раз прошло четыре года как я уже не студент а у меня была семейная карта и я подала на годовалую карту я не искала на десятилетку я просто собрала пакет документов для каждой сижу то есть временного временного проживания карта временного проживания ровно на год и просто от руки написала письмо префекту здравствуйте уважаемый префект меня зовут так это такая ты проживаю во франции с такого-то года у меня такие-таки то заслуги я родила двух французов я там открыла свой бизнес второй третий бизнес у меня есть дом у меня есть то есть мне нужно мне нужно какая-то карта более солидная чем карта на год чтобы продвигаться дальше и отправила ну вернее отнесла досье в префектуру через наверно месяц да через наверно месяц мне звонят из префектуры и говорят мадам принесите пожалуйста ваш диплом о знании языка у меня его нет вернее он то у меня есть но он просроченный потому что я когда по приезду во францию чтобы поступить в университет я сдавала тсф беду тсф беду для поступления в университет тогда еще требовалось только тсф но это действительно только два года и получается он у меня уже давным давно просроченный я думаю ладно повезет так повезет не повезет пойду сдавать я беру эту бумажку благо я ее сохранила беру эту бумажку и отвожу ее к префектуру там сидит молодой мальчик открывает эту бумажку делает пометку у себя там в журнале отдает мне мой диплом назад я уезжаю ничего не пойму где жандармы где полиция где расследование где что ничего буквально через несколько ну сколько прошло на на месяца два прошло внизу я приходит бумажка придите получите вашу карту сижу я мужу говорю слушай что-то стоит дорого сколько я не помню честно не помню сколько я отдала мне показалось цена очень дорогая может может подняли не знаю он уже подавай на гражданство уже надоело каждый год платить бешеные суммы государства за то что ты на него работаешь можно сказать и я поехала значит в префектуру захожу смотрю беру тикет вот этот вот номерочек номерочек в очередь подходит моя очередь там допустим 14 окошко я подхожу в 14 окошко расписываюсь о получении титра забираю свой титр выхожу смотрю десять лет вот так вот но в каждой префектуре все по-разному нету такого что в одной префектуре было все одинаково даже в одной префектуре может быть все по-разному если однажды вам попадется какой-нибудь русофоб что очень вероятно бывает я столкнулась в администрации во французской администрации именно со славянофобами с людьми которые терпеть не могут именно славян и я знаю что эти люди они если вы на них попадаете вы не получите никаких документов просто никаких также как я однажды попала когда получала а а что я получала свидетельство что-то что-то связано с моим ребенком а я хотела получить титру до сижур вот эту вот титру до сижур только не студента поменять ее на вип риве и фамилия то есть на семейную карту и попала на вот этого русофоба который мне сказал чтобы получить эту карту мне нужно собрать все чеки свидетельства письменные заявления акушеров гинеколога соседей людей которые со мной крыши что я поставил короче у меня вот такое было досье мне собирали чеки все клиенты моего ресторана когда я в рыдая просто зашла у меня были вот такие слезы меня просто все колбасило нету таких документов нет нигде не написано что нужны чеки а ему надо и все хоть ты тресни вот надо и все и мне собирали просто у меня была вот такая вот коробка чеков я из них выбирал там ну чтобы не было написано горсун допустим мальчик да у меня же девочка то есть я сидела выбирала вот так вот такой досье и свидетельствами писали все люди свидетельства потому что я постоянно находилась с грудным ребенком и в ресторане, и везде, то есть я с ней не расставалась ни на минуту, я ее кормила постоянно грудью, то есть это все видели, это все освидетельствовали, короче, девочки и мальчики, не переживайте, если вдруг на форуме написано, ой, как страшно, как страшно, будут жандармы, будет полиция, у вас этого может и не быть, а может и быть, это все здесь так непредсказуемо, поэтому слушаю только одного человека, потому что у меня, допустим, было так, у моей подруге было абсолютно по-другому, то есть нету одного способа получения этих карт, надо просто послушать всех и быть готовым к разным ситуациям, во Франции вообще нужно быть готовым к разным ситуациям, поэтому я вам желаю прекрасного 2020 года, надеюсь, что мы с вами будем продолжать видеться через камеру, надеюсь, вы мне поставите лайки, что вы подпишетесь на меня и нажмете на колокольчик рядышком, чтобы получать новые видео, ну все, всем пока, и чтобы все-все-все получили гражданство, карты и все такое, всем пока!